Северная стена Она уже была пройдена в середине прошлого века Баршрут был достаточно камнеопасный И ледопады постоянно гремели над головами восходителей Юрий Круглов считает, что в горах надо жить, а не погибать Поэтому был выбран зимний период времени Когда меньше всего камнепадов, но лазание самое сложное Уже заочно собрав все описания, всю литературу по стене Айгера Юрий Круглов знал каждый зацеп, каждую трещину, каждый кулуар Тем не менее, в 2006 году три попытки восхождения оказались не совсем удачными Постоянно мешали лавины В 2007 году попытка более удачная Стена пройдена за пять дней Итак, Айгер теперь уже в прошлом Юрий Круглов читает прочитанные книги, эту стену Но впереди еще много и много других интересных книг Ранним утром 29 января 2007 года Наша мобильная группа из трех человек Вышла на маршрут Хикмайера на северной стене Айгера Поскольку нижняя часть стены нам была уже хорошо известна Благодаря нашим предыдущим попыткам безуспешным В первый день мы преодолели очень большое расстояние Что позволило нам к вечеру первого дня Выйти на так называемое Ласточкино гнездо Это известное место на маршруте Там безопасно можно переночевать Скрываясь от камней Всего по расстоянию в этот день было пройдено Ну, наверное, метров 700, не меньше Где-то так Несколько ключевых моментов были пройдены в этот день Это траверс к месту, которое называется Difficult Crack Сама этот Difficult Crack Это в переводе на русский язык Трудная трещина Знаменитый траверс Хинтерштосера Был также пройден в первый день И фактически уже ночью я вылез из вертикального камина И мы смогли дойти до этой точки, где мы планировали встать на первый бивак Итак, вечер после первого дня Внизу уже темно Как жуки по склонам ползают ратраки Утаптывают снег А мы нашли очередную щель Утром второго дня Мы продолжили восхождение На этот день было запланировано дойти до так называемого бивака смерти Это небольшая полка под нависающими скалами Также безопасное место для ночевки Это было принципиально Потому что в любом месте на маршруте ночевать негде В любой момент может быть камнепад или ледопад Поэтому приходилось быть очень аккуратным Вначале нам предстояло пройти по первому айсфилду Это первое ледовое поле First ice field он по-английски называется Потом второе ледовое поле Затем был длинный траверс второго ледового поля В основании скального массива Которое назывался утюг Вот Утюг этот мы прошли Хотя в течение дня там случались всякие моменты Коврик у меня улетел При прохождении карниза Поскольку расстилать его было особо негде То есть это была потеря абсолютно нулевая И фактически уже когда стемнело Поскольку день очень короткий В январе Мы вышли на бивак смерти И поставили там какое-то слабое подобие палатки Поскольку она полностью не помещалась на полку Частично она висела частично уместилась на полку И это была наша вторая ночевка на маршруте Это ласточкино гнездо Так называемое Здесь мы ночевали сегодня Вот мы выстроили полку И на нее умудрились Поставить палатку От камнепадов мы были защищены вот этим карнизом А теперь нам лезть По первому айсфилду Потом второму И наша цель на сегодня Бивак смерти Секунда айсфилд Известен тем Что здесь Из Кляйна Шайдига Были видны Медленно передвигающиеся Мерингер и Сельдмейер Которые потом Замерзли насмерть На биваке Который теперь называется Бивак смерти Нам сегодня как раз на него Вот он этот бивак А нам до него еще надо Дойти Вернее долезть Топим снег Сегодня Так улыбок поменьше стало Мы находимся в легендарном месте Которое называется Бивак смерти Да, Мерингер и Сельдмейер Долезли и тут замерзли заживо Когда их обнаружили здесь Бивак-то отнашли На нас смотрит полная луна Да, ты знаешь Классно Она еще растет Третий день Третий день Он был один из ключевых Нам предстояло пройти наклонную вертикальную трещину Местами нависающую Она называлась Рампа Вот И в общем-то это 210 метров Шестой категории сложности Заснеженное место Причем скала вертикальная Тем не менее Снег, лед День был очень тяжелый И фактически Уже К темноте ближе Мы вышли Прошли этот участок И смогли встать на бивак В течение дня Случались тоже всякие моменты Кое-что у нас улетало и снаряжение Самым, наверное, неприятным моментом было то, что Там в одну веревку шел Айдар Одну из веревок И Ему пришлось преодолевать Узкий скальный камин И в этот момент у него Один из ледовых молотков Который был пристегнут на систему Отстегнулся И полетел на нас В общем Это представляло собой В общем-то движение бумеранга Действительно, что он не вернулся к нам Вот Но просвистело над головами А мы остались без одного из Шести ледовых молотков Ну, тоже, как говорится Запас был большой Так что все было нормально Ну, усталые, довольные Вечером мы Встали на бивак Ну, рассыпчатых полок Это тоже известное место 7.15 Того же утра Луна еще светит Но Рассвет уже произошел Это путь Это путь Который мы проделали вчера Вид из бивака смерти Секундайсфилд Второе ледовое поле Там мы пришли И вниз И вниз Вниз Откуда-то оттуда мы вчера пришли А это интерлакен У озера Одно из двух На полке Размером в квадратный метр Мы Поставили Так называемый Бивак Просто взяли тент От палатки И прислонили К скале Вот она Эта скала Таким образом Мы тут Пытаемся Втроем Ужиться Вот это Это уже пропасть Я не видно Но она есть Айдар Ты жив? Жив говорю Не-не Просто я Снимаю Привет Привет Интрига Заключается В том Что Выше нас Нормальных Биваков Нету Которые нам По пути А до вершины Мы завтра Можем И не дали Самое интересное Погода Тоже Не обещает Быть вечной Четвертый день Ну прежде всего Хочу сказать Что ночевка Была Наверное Почти Скажем так Второе Второе место По некомфортабельности На маршруте Палатку Нам поставить Не удалось Мы сидели Сидя На весу На весу Фактически Держали горелку Утро Следующего дня Нам Принесло Неприятный сюрприз Погода Испортилась То есть Ветер Солнца нет Холодно И так было Около Минус 20 А тут Просто еще Ветер Поэтому Это добавляло Экстрима Определенного Первый Участок На маршруте В этот день Это Так называемая Рассыпчатая Трещина 30 метров Вертикальной И практически Нависающей Трещины Проходили с нами Со снятыми Перчатками Потому как Скала сложная В перчатках Лезть невозможно Пришлось снять Но никто не замерз Никто не пострадал Вот А после этого Нам предстоял Траверс богов 150 метровый Название Не мы разумеется Придумали Назвали его так Потому что В течение этого Траверса Это горизонтальный участок Который нужно Просто пройти Со страховкой Там очень плохо То есть Ты просто идешь И рассчитываешь На то что Срываться тебе не придется Потому что Если придется То Последствия могут Быть Такими Печальными То есть Ключик Некуда Некуда Скала Хотя она Обледенела И заснеженная Но Она Имеет такую Структуру Что На ней Отсутствуют Положительные Активные Зацепки То есть Она представляет собой Как будто Черепицу Хотя и монолитная То есть Эти черепицы Они направлены вниз И можно как-то Держать баланс Но За что-то хвататься Явно Нет возможности Вот И в общем Скажем так Мне Этот Траверс богов Заполнился Больше всего Это был Самый Наверное Деликатный Участок Маршрута То есть Ну Фактически Балансируешь На грани И проходишь Вот мы его Прошли И вышли На Участок Крутого льда Который Называется Паук Спайдер Мрачное место Весь лед Который там был Он был Серого цвета Потому как В него Вмерзли Камни Которые Ссыпаются Постоянно На этот паук С нависающих Скал Справа Слева Ну вот Мы прошли Этот паук Без Жертв И Каких-то там Неприятностей И Впереди Нам Предстояли Нам нужно было Пройти Так называемые Выходные Камины Выходные Трещины То есть Эти трещины Они Выводят Через Несколько Сот метров На вершины Купол И В этот день Мы прошли Ключевое место Этих скал Уже Смеркалось И Мы Поняли Что Поскольку Маршрута Мы не знаем Нам лучше Не рисковать Не лезть Дальше Это уже было Около Пяти часов Вечера И Мы нашли Небольшую полочку И на ней Мы встали На бивак И абсолютно Правильно Сделали Полка Это была Меньше Чем Квадратный Метр Полка Знаменита Ну как Известна Тем Что На ней Ждал Прихода Помощи Альпинист Корти Итальянский Альпинист Который Совершал Восхождение На северную Стену Со своим Напарником Напарник Сорвался У него Не было Сил Вытащить Напарника В итоге Он просто Закрепил Веревку С напарником И полез Дальше Ну вот Дальше Этой полки Он долезть Не сумел И двое Суток На ней Просидел Ждал Спасателя Нам было Очень жалко Этого Корти Поскольку Полка Была Очень Некомфортабельна И мы Там Одну Ночь Сидели А он Там Сидел Двое Суток Бедный Был Человек Но его Потом Спасли Напарника Его Не спасли Она Была Эта полка Настолько Некомфортабельна Что В три часа Ночи Меня Разбудили Мои Напарники И предложили Продолжить Восхождение Ночью Поскольку Спать Все равно Невозможно Сияла Полная Луна Поэтому В принципе Мы Как бы Решили Почему бы И нет И Через Какое-то Время Я Продолжил Восхождение И К рассвету Я уже Был В 90 Метрах Над Этой Полкой Рассвет Встречали В пути Еще Через Четыре Веревки Скалы Наконец Кончились Я помню Момент Когда Мы С Андреем Выходили Из этого участка Скал Я положил Последний стоппер И сказал Все Это последний стоппер Дальше был лед 120 метров льда На котором Абсолютно Невозможно Было Застраховаться Я принял Андрея Айдар Был Где-то Очень далеко Внизу Мы Начали Совещаться Что делать У нас Были Такие Варианты Либо Развязаться Всем троим Потому что Застраховать Невозможно Либо Связать Две веревки И первый Предполагалось Что первый Уйдет на Две веревки Сразу В общем Мы так и сделали И Андрей Пошел Вверх По льду Очень быстро Он прошел Этот участок И В конце концов Я к нему подошел Подходил Айдар В это время И тут Интересный момент Такой Приключился Мимо нас Пролетали Два Натовских Самолета F-15 Как Напарник мой Определил Он Служил Советской Армии В Германии Поэтому он Все знает Вот И мы В общем Помахали Пилотом Они Развернулись На второй круг И для нас Сделали Мертвую петлю А потом Еще и Какой-то Дым выпустили Из крыльев Было Очень приятно Вот Потом Я продолжил Движение И вышел На вершины Гребень Вот Когда я вылез На этот гребень Я понял Что стена Пройдена И сказал Так Все Потом Мы продолжили Движение По гребню А тут Тоже Обошлось Не без Зрителей Пролетало Два вертолета С туристами Я им Помахал И увидел Что в ответ Вся кабина Мне машет Приятно На эту стену Я мечтал Вернее Не мечтал А планировал Залезть В течение Семи лет Я собрал Всю литературу Которая Выпущена В мире Про Эту стену И восхождение На эти стены Целая библиотека И еще до того Как мы лезли На эту стену Я уже Казалось Знал Каждый метр Маршрута И на стене Когда мы были Все для меня Было знакомо Каждый кусочек Это было Очень интересно Поэтому Когда мы Спустились вниз Вначале Было какое-то Небольшое ощущение Пустоты Что вот Вот все Мечта сбылась Маршрут пройден И фактически Мы чувствовали Как будто Мы закрываем Последнюю страницу Этой эпопеи Под названием Айгер Было немножко печально Но мы были Очень рады Это была Печаль такая Радостная Но Как говорится Как только Одна из целей Выполняется Сразу Возникает Другая Поэтому На следующую зиму Мы поставили Целью Прохождение Маршрута Вокаспар На Гранжерас Это тоже В Альпах Это также Легендарный Маршрут На легендарную Стену В общем Я думал Что Через год Мы ее пройдем Потерявшие Чувство Самосохранения Люди Ходят Именно вот так Как идет Айдар Но никто же Не знает Что у него Рюкзаке Еще есть Три запасных Жизни Да? Да Ну все Отсюда Наверх Дороги Нет Теперь Только Вниз Если Не повезет То очень Быстро А если Грамотно То медленно Медленно Вон туда Вернувшись в Севастополь Из швейцарских Альп После удачного Восхождения По северной стене Вершины Айгер Юрий Круглов Активно Отдыхал Пять дней Он искал Свой хлеб На сущный За компьютерным Рабочим столом Субботу Воскресенье Проводил На Айпетре На горнолыжных Трассах В этом году У него Есть небольшие Планы Если сказать Небольшие В кавычках Прохождение Стены В Китае Которую не удалось Пройти В прошлом году С первой попытки А также Зимнее восхождение На Гран-Жарас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...